Осторожно подделка. На прилавках торговых сетей появляется все больше фальшивок. По данным специалистов, это треть всей продукции, представляемой на рынке. От суррогата не засрахованы даже мировые бренды. Одежда, обувь, аксессуары. Изготовить можно все. Подделки под известные марки легче сделать и легче продать. Но фаворитами чаще становятся продукты народного потребления. Это продовольственные товары, игрушки, спиртные и безалкогольные напитки, бытовая химия. Это вот то, что чаще всего используется в году. Это и недорогие продовольственные товары. Это недорогие товары, которые используются для дома. Ну, например, это могут быть и утюги, это могут быть салфетки, полотенца, средства гигиены, одеколоны. Вот этот одеколон БОС, например. Это подделка. И первое, на что стоит обращать внимание, это когда товары, содержащие или на которых намечены товарные знаки дорогих производителей. Поддельный товар в основном поставляется из соседних стран – Китая, Киргизии и России, но чаще производится в подпольных цехах Казахстана. При этом ничто не мешает лжепредпринимателям участвовать в государственных тендерах. Ведь подделка обычно стоит в разы дешевле, поэтому специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на цену. Государство делает в том, что многие закупки проводят через систему тендеров или путем ценовых предложений. При таком методе закупки, как ценовое предложение, выигрывает в конкурс то юридическое лицо или тот индивидуальный предприниматель, который сделал наиболее низкое предложение. При этом не учитывается качество поставляемой продукции и имеют место в случае, когда в государственном органе поставляются контрафактивные товары. В последние годы аптеки тоже пестрят липовыми лекарствами, как оказалась тенденция мировая. Ежегодно из-за опасных таблеток погибает до 700 тысяч человек. Мастерство подделок совершенствуется, а отличить турагат становится практически невозможно. При этом колоссальные убытки терпят компании и производители, а нарушители не платят налоги. Только в рамках таможенного союза из-за подделок Казахстана был нанесен ущерб в 2,5 миллионов долларов. Это, во-первых, вредит нашему государству, вредит, во-вторых, нашим отечественным производителям. Это имидж, спад имиджа для наших производителей. То есть наши производители стараются добросовестно работать и так далее. А эти контрафактные изделия, конечно, они при наличии, если человек покупает, то, конечно, бывают и тотальные исходы, отравления и так далее. То есть теряется доверие к отечественным производителям. Это сейчас, в данный момент, для нас это недопустимо, потому что мы всего лишь в фармацевтическом рынке обеспечиваем внутреннюю продукцию всего лишь на 10%. И нам очень важна поддержка наших отечественных потребителей. При этом административная ответственность – слишком мягкая мера наказания, считают юристы. За прошлый год были привлечены лишь 80 лжепредпринимателей, а штрафы достигают максимум 500 мрпф за распространение подпольных товаров. Отметим, в Казахстане за продажу фальсифицированных лекарств уголовные ответственности ввели лишь в этом году.